Привет, и с вами Метадата, и я разговариваю в каждом выпуске о всяких всевозможных tools, Power BI, Tableau и так далее. В частности, я буду рассказывать о продуктах Microsoft, потому что я большой поклонник продуктов Microsoft. У меня три сертификации, это Microsoft Azure Fundamentals, Microsoft Power BI. Power BI – это ресурс, о котором мы сегодня поговорим, и который позволяет вам брать данные с любых источников. Это может быть IMDb, допустим, информация про фильмы, это может быть Википедия. Вы можете собирать эти данные, вы можете зайти на любой сайт, допустим, продажи недвижимости и скачать таблицу данных, и потом визуализировать ее и представить. Это очень интересно. На самом деле сейчас очень много данных расположено в открытом доступе, абсолютно на разных ресурсах, и вы можете намного проще и быстрее построить свою жизнь, скачать все ссылки, скачать, понять, как вам дальше развиваться, построить модельку для развития, чем бы вы ни занимались, присвоить разные атрибуты. Что такое атрибуты, допустим? Ну, к примеру, если вы хотите заниматься татуировкой, допустим. Вот, допустим, у меня была идея заниматься татуировкой. Что для этого нужно? Нам нужна машинка, то есть мы можем скачать данные по машинкам. Атрибуты – это название столбцов, и в том числе это характеристики той идеи, которая у вас есть, которые вы будете использовать для анализа, чтобы выбрать оптимальную дорогу для вашей идеи. Это потрясающе просто. Один из примеров – вы знаете, что стоимость машинки для тату очень сильно разнится, допустим, да? Значит, вы можете скачать машинки, там, Шиен, допустим. Шиен просто мне очень нравится. Любые другие машинки. Потом скачать, допустим, стоимость их. Там Шиен стоит 950 долларов, да? Посмотреть еще аналог из Китая, который тоже будет беспроводной, и который будет стоить там долларов 200 или 300. Потом понять, что вам еще для этого нужно, допустим, закупить инк, то есть татуировку, краску, закупить картриджи. Все это вы в столбцы поставите, с ценами поставите, и вы для себя поймете. Это вам даже нагляднее покажет, для чего вам не нужно гнаться, к примеру, за брендом Шиен, а вы сможете за 400 евро купить себе полный комплект, включая краски. То есть, если вы пойдете за хлебом, вы можете сделать простую модельку для хлеба. К примеру, там, окей, у нас есть атрибуты. Это мука, там средний крупный помол, это цена, это магазин, к примеру. Для одного магазина вам пешком идти, а для другого вам надо ехать. Хорошо, там хлеб будет на 2 рубля дешевле, а если вы просуммируете, вам моделька покажет, что вы на 10 рублей больше потратите, к примеру. И это вам даст возможность выбрать 3-4 варианта, о которых вы бы наш мозг человеческий, он больше сосредоточен просто на идеи, но не ищет варианты ее разрешения оптимальные. И именно дата и работа с данными поможет вам выбрать оптимальный путь для вашей идеи, чтобы не разочароваться и на полпути не бросить, потому что ваши деньги уже заканчиваются, ваши физические ресурсы и время заканчиваются. Время может быть таким же атрибутом. И давайте начнем. Начнем мы с Power BI. Значит, есть 2 возможности изучить Power BI. У меня они есть на Патреоне в том числе. Если вам для работы это надо, то это может быть теоретический экзамен. У меня есть вопросы и ответы на экзамен. Если вам надо больше работать в Power BI, есть отдельные практические занятия. Со своей стороны могу сказать, есть бесплатная Microsoft документация. То есть, если для вас это ново, на каждом сайте, который предлагает любую продукцию, либо это Tableau, либо Power BI, либо Excel, PowerPoint, вы всегда найдете документацию. Документация – это описание программы. Кроме того, там будет счетка от Keys, то есть быстрая клавиатура. Вы знаете, допустим, Ctrl-C, Ctrl-V, и каждая такая клавиатура есть для определенной программы. И также там есть описание программы, как с ней работать от простого к сложному. Это все всегда в бесплатном доступе. Лично для меня, я в принципе советую этим пользоваться. С Ctrl-F вы всегда сможете найти необходимую информацию. Но проблема больше с этим – это очень большой источник. Это как вот, во-первых, эта информация написана, то есть очень тяжело на практике, проще использовать YouTube и посмотреть там 3 минуты, да. А во-вторых, это такой огромный объем информации, что просто это очень тяжело читать как книгу, то есть 800 страниц там по изучению Excel. Ну, у нас мозг через неделю после того, как мы что-то учим, экзамен или что-либо, 70% этого забывает. То есть старая система обучения нам уже не годится. Поэтому, поскольку лично мне было очень тяжело учиться таким образом, я создала сама для себя, а также и для вас курсы, которые будут подразделяться на два варианта. Первое, если вы хотите действительно Microsoft сертификацию, и вторые курсы, если вы хотите именно практические занятия, которые будут включать в себя там 3 минуты каждый раздел, и это будет порядка 20-30 разделов, которые вам покажут от того, как загружаются данные с абсолютно разных ресурсов. CSV файл – это как самый простой, допустим, да, и Oracle Database, и с помощью API. Потом вы их обрабатываете, то есть Data Cleaning, Data Manipulation, чистите дату, приводите ее в порядок. Если у вас Pivot Table, значит вы ее Unpivot. Разворачиваете таблицу, формируете столбцы, и потом визуализируете. И визуализация – это самый лучший, читаемый, человеческим взглядом, basically, способ понять информацию и принять правильное решение. То есть это будет вам такая помощь, у меня такой не было, но поскольку я решила создать эти курсы, то, в принципе, вы сможете их просто открыть и просто посмотреть. Так что начнем. Эти видео будут у нас вопрос-ответ теоретический и практический кейс со скачиванием материала, у вас будет таблица, обработкой и визуализацией. Присоединяйтесь и поехали!